Индустриальный парк – это готовность территории к незамедлительному развитию промышленного производства. Необходимая его составляющая – инженерная и транспортная инфраструктура. В России история индустриальных парков насчитывает 15 лет. В настоящий момент в стране существует около 240 подобных площадок. Из них 64 индустриальных парка приходится на Московскую область. Хорошо известно из мирового опыта, что там, где создаются особые условия для развития бизнеса, экономики, эти территории обеспечивают рост бюджета, меняется качество жизни, создаются рабочие места. На основании указа президента страны до 2020 года должно быть создано порядка 770 тысяч квалифицированных рабочих мест. Практически каждый год количество новых рабочих мест должно составлять 80-85 тысяч. Для того, чтобы эти показатели, которые диктурит нам указ президента и сама жизнь, мы реализовали, соответственно, мы разработали и реализуем программу запуска, открытия индустриальных зон. На видеоконференции отметили и Солнечногорский индустриальный парк Есипова. Первый проект, который будет вести и уже ведет корпорация развития Московской области, индустриальный парк Есипова, на площади 284 гектара. Сейчас уже есть заявки от четырех резидентов и еще достаточно большое количество резидентов в переговорах находятся. Все ждут, когда корпорации закончат инженерные геодезические и геологические изыскания, которые мы, кстати, планируем завершить уже к первому декабря. Ударным темпом мы совместно с корпорацией развития Московской области уже подводим туда коммуникации, создаем проект планировки территории. То есть это база реального созидания на будущий год. На будущий год мы планируем там минимум начала строительства четырех заводов. Объем инвестиций в Есипово составит более 1 миллиарда долларов. Там создадут более пяти тысяч рабочих мест. Районные власти отметили, Солнечногорский район – один из лидеров региона по созданию промышленных парков. На его территории восемь индустриальных зон, из них две государственных и шесть частных. Сегодня, в 21 веке, мы живем в очень серьезной конкуренции. Борьба за инвестиции, как было сказано докладчиками, развернулась на все территории России. Наши соседи привлекают инвесторов, предоставляют разные условия. Мы не должны жадничать и предоставить просто особые, уникальные условия для развития бизнеса. Мы должны найти возможности, которые позволят нам обеспечить конкурентое преимущество. Оксана Федяшина, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».